Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. В Болгарии прошел международный турнир по спортивной борьбе, в котором приняли участие наши борцы греко-римского стиля. А спонсором нашей рубрики «Спортплощадка» выступает «Сан-Сити». Апира «Спортплощадка» выступает «Спортплощадка»! «Спортплощадка»! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у нас появилась возможность рассказать о выступлении всех наших призеров международного турнира Данколов Николы Петров, который прошел в болгарском городе Великотырного. И на ваших ранах весовая категория до 55 кг. Здесь Кыргызстан представлял Балбай Дардоков. Мы покажем все схватки с его участием. Первый круг Балбай пропускал. И мы с вами смотрим четвертьфинальную схватку с участием кыргызстанца. Как вы уже поняли, Балбай Дардоков в красном трико. И в синем трико представитель Индии Аджай. Балбай Дардоков из Джалабада. Он является чемпионом Кыргызской республики 2018 года. Бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2019 и 2021 годов. Серебряный призер чемпионата страны 2020 года. Тогда он выступал в весе до 55 кг и уступил в решающей схватке Сардарбику Канашбаеву. Также Балбай стал серебряным призером чемпионата страны в 2022 году. Сейчас я вам об этом расскажу. А пока у нас в партере сверху Индус Виджай. Попытался он провести прием, не получилось. Контр-атаковал его Балбай Дардоков и пытается положить на туше. 2-1 счет. Рефери внимательно смотрит. Не удалось Балбаю положить на туше Индуса. Сумел выйти из этого трудного положения борец из Индии. Заработал 1 балл. Таким образом счет стал 2-2. И схватка продолжается в стойке. Итак, как я уже говорил, в 2022 году Балбай Дардуков также стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана. Но в весовой категории до 60 кг он боролся в этом году. И в решающей схватке за первое место уступил Нурмухамеду Абдулаеву. Также Балбай является бронзовым призером первенства мира 2012 года среди кадетов. Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года среди борцов до 23 лет. На том чемпионате мира в схватке за третье место кыргызстанец выиграл Нараяра Хакаяна из Армении. В 2020 году Балбай занял 5 место на индивидуальном кубке мира в Сербии. Уступив в схватке за бронзу азербайджанцу Эндонизу Азизли. Тренируется Балбай под руководством заслуженного тренера Таргызстана Алтенбека Салаева. Итак, первый период у нас завершен. Ну и мы смотрим атаки в исполнении спортсменов. По-моему в конце первого периода еще один балл должны были записать в актив Балбая Дардокова. Так как индус вышел за ковер. Да, 3-2 счет. Вот при этом счете начинается второй период четверть финальной схватки весовой категории до 55 килограмм. Этот турнир в Болгарии был первым для отечественных борцов после прошлогоднего чемпионата мира. Я имею ввиду международный старт в январе месяце прошел чемпионат Крыгызской республики по греко-римской и вольной борьбе. И вот это после прошлогоднего чемпионата мира был первый старт на международной арене отечественных борцов. Причем на турнир Данколов Никола Петров поехал практически основной состав нашей сборной по греко-римской борьбе. Ну а вот представители женской команды и борцы вольного стиля на этот турнир не поехали. Они приняли участие в рейтинговом турнире Яшар Дагу, который проводился в Турции. Ну возможно это связано с тем, что в рейтинговом турнире борцы должны подходить по нулям в своей весовой категории. А здесь вот на турнире в Болгарии был допуск 2 килограмма. Ну и многим нашим борцам не нужно было гонять вес, чтобы принять участие в соревнованиях. Возможно посчитали тренеры нашей сборной то, что не стоит перед чемпионатом Азии, так сказать, мучить спортсменов. И вот решили принять участие в турнире в Болгарии. Хотя, конечно же, рейтинговый турнир в Турции был посильнее и представительнее. Но тем не менее, как я уже говорил, это был первый старт для наших борцов. И, в принципе, на турнире в Болгарии также можно было нашим тренерам посмотреть на сборную команду, кто сейчас из борцов как себя чувствует, как готов к соревнованиям. Ну и, в принципе, турнир в Болгарии также был неплохой. Итак, по-прежнему счет 3-2. Пытается Индус что-нибудь предпринять, чтобы хотя бы 1 балл заработать. Но, в принципе, 1 балла ему будет мало, так как по качеству выиграет Балбай Дардоков. Индусу нужно как минимум 2 балла зарабатывать, чтобы стать победителем этой схватки. Не удалось борцу из Индии провести результативную атаку, но это уже после свистка был прием. И в итоге выигрывает Балбай Дардоков и выходит в полуфинал. И в полуфинале кыргызстанцу противостоял представитель Алжира Махамед Есин Дреми. Наш борец снова в красном трико и, соответственно, в синем трико представитель Алжира Махамед Есин Дреми. Ну, кстати, вот в последнее время алжирские борцы тоже довольно неплохо смотрятся на международной арене. Подтянулась, так сказать, алжирская школа борьбы. И, в принципе, в настоящее время алжирские борцы также являются непростыми соперниками на международной арене. Пытается Балбай вытолкнуть алжирца за пределы ковра. Удалось, один баллон заработал и схватка продолжается в стойке. Пытается Балбай работать первым номером. Немного повыше, по-моему, алжирец нашего борца. Есть определенные преимущества. Руки у него подлиннее. Но, тем не менее, как вы видите, Балбай Дардоков не дает воспользоваться алжирцу своим небольшим преимуществом. И вот атака в исполнении алжирца. Обороняется Балбай Дардоков, но не удержался Балбай. Два балла зарабатывает Мохаммед Есин-Греми. И таким образом счет становится 2-1. Пытается вытащить нашего борца алжирец. Не получилось. Здесь один балл заработал кыргызстанец. Таким образом счет стал 2-2. Хотел на обратный захват перейти Балбай Дардоков. Не получилось. Вновь контратакует представитель алжира. Еще один балл зарабатывает. Таким образом 3-2. В пользу борца в синим трюкос становится счет. Ну вот мы видим главный тренер нашей сборной Азат Эркинбаев. Что-то подсказывает Балбаю. И схватка продолжается в стойке. Напомню, что главным тренером нашей сборной команды по греко-имской борьбе является Азат Эркинбаев. А старшим тренером Улогбек Карачалоков. Президентом, напомню, президентом Федерации спортивной борьбы Каргызской Республики является Мелис Тактаманбетович Турганбаев. А вот Афрор Иминов является вице-президентом, который курирует греко-имскую борьбу. 4 балла записывает свой актив Балбай Дардоков. 6-3 становится счет. Пытается он провести еще один прием, но время первого периода вышло. И давайте еще раз посмотрим результативные атаки в исполнении спортсменов. Ну, как я вам говорил, в настоящее время алжирцы тоже довольно неплохо смотрятся на международной арене. И вот первый период, в принципе, вам доказательство того, о чем я говорил. Ну, вот здесь удалось все-таки четырехбальный прием провести Балбаю Дардокову. И так, при счете 6-3 мы начинаем смотреть второй период полуфинальной схватки весовой категории до 55 килограмм. В этом году в этой весовой категории чемпионом Кыргызстана стал Лжигит Луак Икат. Ну, вот сюда на турнир в Болгарию поехал Балбай Дардоков. Ну, кстати, вот ему как раз-таки, наверное, пришлось немного погонять вес, потому что он стал чемпионом Кыргызстана весовой категории до 60 килограмм, как я вам уже говорил. А вот здесь, на турнире в Болгарии, он боролся весовой категории до 55 килограмм. И так, вновь пытается Балбай Дардоков работать первым номером. Точнее, даже не пытается, а работает первым номером. Но это, видимо, для того, чтобы быть поактивнее, так как за пассивность могут наказать штрафным баллом и поставить в парт. Ну и сейчас вот по новым правилам. Немного правила изменились. Вот в греко-римской вольной борьбе здесь уже не дают, так сказать, тянуть время. И если видно, что выигрывающий борец не хочет бороться, то сразу же схватка останавливается, делается ему предупреждение и ставится в таком случае борец в парт. Итак, 6-4. И счет поставили в партер Балбая Дардокова. И, соответственно, один балл записан в актив Алжирца. 6-4 пытается представитель Алжира провести прием. Не получается. Как мы видим, хорошо стоит в партере Таргастаницы. Схватка продолжается в стойке. Можно также сказать о том, что в настоящее время у нас команда как по греко-римской борьбе, так и по вольной борьбе. Так сказать, омолодилась. Много у нас новых имен. Ну, это, конечно же, всегда происходит. Особенно после Олимпийских игр. Во многих странах составы сборных команд меняются. Ну, и, конечно же, подрастает новое молодое поколение, которое уже способно конкурировать, так сказать, с более именитыми борцами. И победа Балбая Дардокова. Он выходит в финал. И в решающей схватке кардистанец встретился с представителем Румынии Флорином Михай Денисом. Румын в синем трико. Ему 19 лет. Является бронзовым призером первенства Европы 2018 года среди школьников. Ну, вот здесь, по-моему, срыв был. Но, тем не менее, судья рефери на ковре посчитал, что срыва не было. Таким образом, 2 балла записано в актив румынского борца. Ну, в принципе, понятно, что соревнования проходят в Европе. И, конечно же, предпочтение судей на стороне европейца. Итак, Флорин Михай Денис, как я уже сказал, бронзовый призер первенства Европы 2018 года среди школьников. На первенстве мира среди кадетов 2019 года занял 5 место, уступив в схватке за бронзу украинцу Владимиру Войтовичу. В прошлом году на чемпионате Европы среди борцов до 23 лет румын также занял 5 место, уступив в схватке за бронзу россиянину Мавлуду Резванову. А вот в этом году Флорин Михай Денис стал бронзовым призером чемпионата Европы среди борцов до 23 лет, выиграв в борьбе за 3 место Азата Седаракяна из Армении. А у нас в атаке Баубай Дардоков пытается положить на туше румынского борца и в принципе, по-моему, уже туше было. Двумя лопатками коснулся Флорин Михай Денис Ковра, но пока рефери на ковре ничего не дает, тем не менее, туше все-таки рефери на ковре дал туше. Ну, там было видно, что обеими лопатками уже румын был на ковре. Таким образом, Баубай Дардоков выигрывает эту схватку и становится победителем международного турнира Данколов Никола Петров 2022 года. Следующая рисовая категория до 60 килограмм. Здесь нашу страну представляет Жаламан Шаршенбеков. И в стартовой схватке Жаламан встретился с представителем Индии Сумитом. Это схватка за выход в четверть финал. Борец из Индии Сумит, ему 18 лет, является бронзовым призером первенства мира среди кадетов 2021 года. 4 балла зарабатывает Жаламан Шаршенбеков и пытается развить свое преимущество. Ну, так вот, Сумит, как я уже сказал, бронзовый призер первенства мира среди кадетов 2021 года. Тогда он в схватке за третье место нанес поражение Багдату Сабазу из Казахстана. Ну, кстати, вот на том первенстве мира в 2021 году именно Сумита выиграл в схватке за выход в финал кардистанец Розак Биши Киев, ставший впоследствии чемпионом мира. Еще одна атака в исполнении Жаламана Шаршенбекова, еще 4 балла. И таким образом Жаламан выходит в четверть финал. Ну, а мы давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении кардистанца. Два четырехбальных броска и Жаламан Шаршенбеков в четверть финале. И в схватке за выход в полуфинал он встретился с представителем Ирана Эсмайли Лейвиси Саедом. Как вы уже поняли, иранец с синим трико, ему также 19 лет. Он является чемпионом Азии среди кадетов 2019 года, чемпионом мира среди кадетов 2019 года, серебряный призер первенства мира среди юниоров 2021 года. На юниорском первенстве мира в 2021 году в решающей схватке за первое место он проиграл россиянину Денисламу Баматову. Итак, пытается Жаламан Шаршенбеков работать первым номером, но, как мы видим, хорошо обороняется Эсмайли Лейвиси Саед, представитель Ирана, и в итоге атакует. По-моему, никому здесь бал не будет засчитан. Делает рефери на ковре замечание иранскому борцу. Ногой, видимо, помогал в том моменте иранец, но, как я уже сказал, ни одному, ни другому борцу не дали результативного балла. Оба спортсмена вышли за пределы ковра, так сказать, в партере. Итак, руководитель ковра показывает, что пассивен иранец, и таким образом у Жаламана Шаршенбекова есть возможность провести результативную атаку. Вытаскивает он своего соперника. Ну и два балла все-таки было, по-моему. Хотя вот руководитель ковра показал, что не было там результативных очков. Нужно было нашему главному тренеру Азату Иркенбаеву, конечно, выбросить челлендж. Но челленджем мы не воспользовались. Таким образом, по-прежнему счет 1-0 в пользу Жаламана Шаршенбекова. Хотя, по-моему, два балла там все-таки было. Итак, иранец идет вперед. Ну и пытается Жаламан Шаршенбеков как-то исправить, так сказать, свою прошлую ошибку. Пытался зайти за спину соперника Жаламан. Не получилось. Ну, хотя ошибкой назвать, конечно, трудно. Это не его ошибка. Это ошибка судей, которые не дали 2 балла за атаку. Ну, как я уже сказал, нужно было, наверное, выкидывать челлендж нашим ассистентам. И при рассмотрении, возможно, 2 балла нам бы все-таки дали. 1 балл, по-моему, заработал иранец. Да, вот 1-1 счет. И мы смотрим вторые 3 минуты, четверть финальной схватки весовой категории до 60 кг. Включился сразу же со стартовым свистком Жаламан Шаршенбеков. Идет в атаку. Занимает центр ковра. Пытается работать первым номером. Ну, как мы видим, иранец действует довольно спокойно, уверенно. Опять же, есть у иранца определенные преимущества в росте. Вот именно поэтому Жаламану Шаршенбекову трудновато было вытащить иранца. Практически на полголовы он выше Жаламана. Но тут уж ничего не поделаешь. Итак, 2-1 счет в пользу Мохаммада Исина Дреми. В пользу Исмаили Левиси Саеда. И есть у иранца возможность провести результативную атаку. Но так как мы видим, хорошо стоит в партере Жаламан Шаршенбеков. И не удалось иранскому борцу провести результативный прием. По-прежнему счет 2-1 в пользу иранца. И вновь выходит за пределы ковра Жаламан Шаршенбеков. Таким образом счет строится 3-1 в пользу иранца. Чуть-чуть не хватает нашему борцу. Видимо физически силен иранский борец. Ну и вот мы видим, что вроде бы пятится иранец назад. Но в конце концов выходит за ковер Жаламан Шаршенбеков. Возможно у иранца такая тактика. Якобы пятится назад. Вот смотрите, вот он опять шел назад. Развернулся и вытолкнул Жаламана за пределы ковра. Таким образом заработал еще один балл. Счет стал 4-1. Вот как я уже говорил, возможно у иранца такая тактика. Немного пятится, а потом вот резко разворачиваться от края ковра и идти атаку. Ну вот мы видим еще одна атака. Здесь вот выкинули мы челлендж. Но 2 балла записали в актив иранского борца. 6-1 стал счет. Ну в принципе, по-моему, здесь был, да, прием проведенный. Хорошо еще 2 балла дали, а не 4. Ну хотя прием был, конечно, не со стойки. В принципе, поэтому, да, 2 балла. Ну вот мы видим, что практически уже Жаламан зашел за спину сопернику. Но все-таки вывернулся иранец из этого трудного положения. И не дал Кыргызстанцу провести результативный прием. Довольно уверенно. Иранский борец проводит эту схватку. Не торопится. Ну и в итоге становится победителем. И выходит следующий круг соревнований. Ну точнее в финал вышел иранский борец. И таким образом Жаламан Шаршунбеков получил возможность побороться в утешительном турнире. И в утешительной схватке он встретился с представителем Алжира Абдель Джабаром Джабари. Алжирец. В красном трико и, соответственно, в синем трико Жаламан Шаршунбеков. Алжирскому борцу 24 года. Он является чемпионом Африки 2018 и 2020 годов. Один балл зарабатывает Жаламан Шаршунбеков и схватка продолжается в стойке. В 2020 году на индивидуальном кубке мира Алжирский борец занял пятое место, уступив в схватке за бронзу Сослану Даурову из Беларуси. Ну а Жаламана Шаршунбекова, любители спорта, конечно же, хорошо знают. Он неоднократный чемпион Кыргызстана по всем возрастам среди кадетов миллионов и взрослых. Чемпион Азии среди кадетов 2015 года. Бронзовый призер первенства Азии среди кадетов 2016 года. Бронзовый призер первенства мира среди кадетов 2016 года. Итак, за пассивность наказан Абдельжабар Джабари и у Жаламана Шаршунбекова есть возможность провести результативную атаку. Итак, Жаламан Шаршунбеков будет пытаться, наверное, вытащить. Нет, он показал, что будет тащить соперника, но решил накатить. И в итоге удалось ему заработать 4 балла. И вот еще один 4-бальный бросок. 2 по 2 и 4, итого 8-0. Таким образом, выигрывает Жаламан Шаршунбеков эту утешительную схватку. И получает возможность побороться за третье место. Ну, а мы давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении кардистанца. 2 по 2 и вот 4-бальный бросок. Победа Жаламана Шаршунбекова. И в схватке за третье место он встретился с представителем Болгарии Эдмондом Назаряном. Ну, я вам расскажу, дорасскажу о титулах, так сказать, Жаламана. Является он серебряным призером первенства Азии среди юниоров 2017 года, серебряный призер первенства мира среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата мира среди взрослых 2018 года. Тогда он в финале уступил азербайджанцу Элдонизу Азизли. Кстати, на этом турнире Жаламан уже выступал в 2019 году и становился бронзовым призером. В 2020 году Жаламан завоевал золотую медаль на индивидуальном кубке мира. Ну, и в 2022 году выступил Жаламан на Олимпийских играх в Токио, но, к сожалению, уступил молдаванину Виктору Чабану. Ну, и спустя около двух месяцев вновь Виктор Чабану и Жаламан Шаршенбеков встретились уже в финале чемпионата мира. И вновь Жаламан уступил, таким образом, во второй раз в своей спортивной карьере стал серебряным призером чемпионата мира. Прекрасная атака в исполнении Жаламана и, скорее всего, Туше. Тренируется Жаламан под руководством Хакима Махмудова, заслуженного тренера Кыргызской республики. Ну, а об Эдмонде Назаряне можно сказать, что он родился в 2002 году в Софии в семье знаменитого борца Армена Назаряна, двукратного олимпийского чемпиона. Эдмонд Назарян является чемпионом Европы среди кадетов 2018 и 2019 годов, бронзовый призер юношеских олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер первенства мира среди кадетов 2019 года, чемпион Европы среди взрослых 2020 года. Ну и в итоге, вот буквально за две минуты победу одержал Жаламан Шаршенбеков и стал бронзовым призером международного турнира Данкола Никола Петров. Следующая весовая категория до 67 килограмм. Здесь нашу страну представлял Эльдиар Сатаров и мы с вами смотрим схватку за третье место, за бронзовую медаль, где Эльдиар встретился с представителем Индии Ашу. Борцу из Индии 22 года, он является серебряным призером первенства мира среди кадетов 2017 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2020 года, на азиатском олимпийском квалификационном турнире 2021 года в Алматы, и занял третье место, уступив в схватке за выход в финал и олимпийскую лицензию иранцу Мохаммед Рыза Гераи. Эльдиар Сатаров в Кыргызстан, чемпион Кыргызской республики среди юниоров 2018 года, бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2018 года, бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2020 года, серебряный призер чемпионата страны 2022 года. В этом году Эльдиар в решающей схватке за первое место уступил Марлену Асикееву. Тренируется Эльдиар под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Раадбека Мамбетова. Итак, один балл записывают в актив Эльдиара Сатарова. За пассивность был наказан Индус Ашу. И таким образом у Эльдиара есть возможность провести результативную атаку. За ногу, по-моему, там придерживал Индус нашего борца. Ну вот Эльдиар Сатаров показывает, выкидываете челлендж. Ну, вроде бы там судьи и без челленджа разобрались. Ну, вот выбросили челлендж. Азат Аркинбаев, наш главный тренер. Вот, давайте еще раз посмотрим. Да, вот рукой за ногу придерживал борец из Индии. Эльдиара Сатарова и таким образом, конечно же, должен быть наказан. В итоге вот 4-0 становится счет. И вновь Индус ставится в партер в атаке Эльдиар Сатаров. Итак, еще одна атака, 4 балла. И таким образом, Кыргызстанец становится победителем этой схватки. Таким образом, Эльдиар Сатаров становится бронзовым призером международного турнира. Ну, и сейчас мы с вами посмотрим еще одну схватку с участием Акжола Махмудова. В стартовой схватке Акжол Махмудов на стадии 1-16 финала нанес поражение грузину Бека Мамукашвили. В схватке за выход в четверть финал одолел Златамира Эмилова из Болгарии. В четверть финале нанес поражение сербу Алексу Ильичу. А вот в полуфинале Акжол уступил Айку Мацанакяну из Болгарии. И таким образом, получил возможность побороться за третье место. Эту схватку мы сейчас с вами и смотрим. В борьбе за бронзу Акжол Махмудов встретился с представителем Венгрии Золтаном Ливайем. Венгер родился в 1996 году. Борьбой занимается с 2000 года. С 2011 года Золтан Ливай в ранге кадета начал выступать на международной арене. В 2016 году он стал чемпионом Европы среди кадетов. В 2017 и в 2019 годах он одерживал победы на первенствах Европы среди спортсменов не старше 23 лет. В 2019 году Венгер впервые принял участие, впервые в карьере принял участие на взрослом чемпионате мира и занял итоговое 9 место. Итак, есть возможность у Венгера провести результативную атаку. Поставили в партер Акжола Махмудова. Но, как мы видим, хорошо обороняется наш борец. Ну и, в принципе, пора уже ставить в стойку спортсменов. И схватка будет продолжена в стойке. В феврале 2020 года на чемпионате Европы в итальянской столице Золтан Ливай в схватке за золотую медаль уступил спортсмену из Азербайджана Сарану Сулейманову и стал серебряным призером чемпионата Европы. Ну и, кстати, можно сказать, что именно этот борец закрыл дорогу Роману Власову на Олимпийские игры. Дело в том, что состав кандидатов в этой весовой категории, ну, как, впрочем, и в других категориях у россиян, отбирался на турнире в Польше, турнире Петлясинского. И вот на тех соревнованиях в полуфинале Роман Власов проиграл борцу из Венгрии, вот этому Ливае. Ну, третье место Власов все же занял, стал бронзовым призером, но другой российский борец стал победителем. И, таким образом, Роман Власов потерял шанс на Олимпиаду в Токио. Итак, атака в исполнении Акжола, два балла он записывает в свой актив и пытается развить свое преимущество. Ну, в принципе, венгры тоже хорошо стоят в партеле, ну, в принципе, европейцы, довольно многие стоят хорошо в партеле. Не удалось уже провести прием. Тем не менее, счет 2-1 в пользу каргастанца и схватка продолжается в стойке. Ну, Акжола Махмудова, любители спорта, любители борьбы, уже хорошо знают. На международной арене Акжол Махмудов начал выступать в 2015 году. Впервые он принял участие в первенстве Азии среди кадетов и в 2015 году стал чемпионом. Впрочем, в 2016 году он повторил свой успех и стал двукратным чемпионом Азии среди кадетов. Также в 2016 году Акжол стал чемпионом мира среди кадетов. В 2017 году Акжол стал чемпионом Азии уже среди юниоров. А вот на первенстве мира 2017 года он стал серебряным призером. Ну, а в 2018 году Акжол Махмудов стал самым молодым в Кыргызстане чемпионом Азии. Этот чемпионат проводился у нас в Бишкеке. И вот тогда Акжол завоевал звание чемпиона. Ну, и также в 2018 году Акжол стал серебряным призером 18-х азиатских игр, которые проходили в столице Индонезии, Джакарте. В 2021 году Акжол стал победителем азиатского олимпийского квалификационного турнира в городе Алматы. Завоевал он там путевку на олимпийские игры в Токио. Ну, а на самой Олимпиаде, как вы знаете, он стал серебряным призером олимпийских игр весовой категории до 77 килограмм, уступив финальной схватке венгру Тамашу Леренцу. А у нас в партер поставили Акжола и у венгра есть возможность провести атаку. Ну, вот выходит за пределы ковра Акжол, показывает венгр, что якобы Акжол Махмудов убегал, но, по-моему, Акжол не убегал. Просто пытался венгру провести прием и куда уже Акжола было деваться. Тем не менее, один балл записали в актив венгра и снова Акжола поставили в партер. Ну, в принципе, все понятно. В Европе проходят соревнования и судьи всегда на стороне европейцев. То вот, прошлую полуфинальную схватку с болгариным там явно засудили. И вот теперь венгр борется с Акжолом. Ну, Акжола только одна возможность – отстоять в партере, не дать провести прием венгру. Удалось нашему борцу отстоять. В итоге он ведет со счетом 3-2 и буквально 16 секунд остается до конца этой схватки. Пытается в желтом Ливай что-нибудь предпринять, но здесь уже опыт Акжола сказывается. В принципе, вот здесь можно было даже 4 балла дать Акжолу. Ну, как вы видите, счет по-прежнему 3-2, хотя там нужно было дать 4 балла. Тем не менее, победа Акжола Махмудова, и он становится бронзовым призером международного турнира «Дан Колов Никола Петров» 2022 года, с чем мы его и поздравляем. Мы желаем нашим борцам успешного выступления в дальнейших стартах. А сегодня у нас в гостях заслуженный тренер Каргызской Республики, старший тренер Республиканского спортивного колледжа, личный тренер Акжола Махмудова, Мейрамбек Ахметов. Здравствуйте, Мейрамбек. Добрый день. Прошел у нас международный турнир в Болгарии «Дан Колов Никола Петров». Как вы оцениваете этот турнир? Трое учеников у вас там выступали. Марлен Ацикеев, Калидин Ацикеев и Акжол Махмудов. Как вам прошедшие старты? Нет, турнир очень нужный. Тем более, уже давно ребята не боролись. Я думаю, это очень важно. Тем более, на международном побороться, как говорится, прочувствовать. Например, ребята давно не боролись. После чемпионата уже сколько прошло? Почти полгода. Я считаю, это правильно, что съездили ребята, поборолись. Да, там многие команды, конечно, не участвовали. Некоторые там России и другие сильные. Но в целом турнир был хороший такой. И для того, чтобы прочувствовать свои ошибки, свои недостатки, я думаю... Поэтому и ребята, в принципе, боролись нормально. Одно золото, шесть бронзы. То есть, это хороший старт был. А не лучше ли было бы на рейтинговом турнире в Турции на Ашвардугу выступить? Нет, рейтинговом можно, конечно, было. Но единственное, на рейтинговом все весовая категория идет по нулям. Без допуска. А здесь многие ребята, я так знаю, что они гоняют вес, поэтому им лучше было бы отбороться с допуском. Чтобы потом на чемпионате Азии уже надо будет по нулям бороться. Поэтому под подряд заниматься веско-зугункой. Другое дело, можно было бы разделить, кто не гоняет вес, например, и они боролись бы на рейтингах. А кто с весом, большой вес, они боролись бы на болгарском. В принципе, это было бы нормально. Рейтинговые, есть рейтинговые. Более такое, как бы сказать, в своем весе прочувствовать. Я считаю, надо рейтинговых участвовать в турнирах. С другой стороны, получается, поберегли наших спортсменов, чтобы они два раза не гоняли. Это понятно. Но рейтинговый турнир, вот сейчас сразу целый ряд наших борцов, стал первым номером в рейтинге. Вот Арназар Акматалеев, Айпериме, Этказе, Майорим Джуманазарова. Это скажется на дальнейших выступлениях? То, что они выше в рейтинге? Рейтинг, когда участвуют, ребята там набирают определенные очки. Это входит в официальные соревнования, чемпионат Азии, чемпионат мира. И рейтинговые четыре турнира по всему миру. И вот по окончании набранных очков уже они на чемпионате мира будут рассеиваться. То есть с сильными сразу не встретятся? Да, победители, например, первые, они разойдутся, будут в разных пульках бороться. То есть это, в принципе, нормально, я думаю. И рейтинг еще, как бы сказать, со стороны ЮОВ. Там есть своя, как бы, поощрительная система, кто занимает там первые, они награждаются, как бы сказать. Поощряются как-то? Да, поощряются материально. Но это не в этом дело. Самое главное, конечно, в рейтинге другое дело, когда ты вес не гоняешь и борешься по нулям. Это большое дело, когда у нас многие ребята, можно было, кто не гоняет, побороться на рейтинге, в принципе. Стараются не бороться, это неправильно. Вот наши девочки молодцы, они всегда на рейтингах участвуют, никогда не пропускают. Это очень, я считаю, это правильно. Лидерам, чтобы, тем более, если они сейчас не участвуют на чемпионате Азии, они бы на рейтинге поборолись, было бы неплохо. Ну, сейчас вот в настоящее время много разговоров о том, что рейтинговый турнир все-таки судейство намного выше и лучше, чем на обычных турнирах. Большие проблемы были в Болгарии с судейством, и опять нашим борцам пришлось с этим столкнуться. Согласен. В том плане, что рейтинговый турнир, там судят судьи олимпийской категории и первой категории. А обычные турниры международные, там судят третья, вторая категория. То есть судейская категория намного ниже квалификации. Поэтому, естественно, рейтингом гораздо объективнее, гораздо лучше. Вот то, что мы видели, там видно было. Например, на рейтинге не было никаких. В Болгарии видно. Это от класса судей зависит. Конечно, если уровень судей низкий, они будут, конечно, такие ошибки делать. Поэтому там, где классика судей выше, там более объективно и действительно будет так. Ну, после турнира в Болгарии очень долгое время обсуждался вопрос. Даже сейчас, по-моему, обсуждают схватку полуфинального Акжола Махмудова с болгарином армянского происхождения Айком Наценкяном. Там же явно, так сказать, тащили за уши болгарина. Да, эти многие видели. Я не хочу, говорится, оправдывать или защищать, или что-то там не происходит. Ну, говорю, как оно есть. Когда была эта схватка, мы все видели, да, Болгарин, он призер мира, да. Почему он чемпион Европы был или призер? Ну, участвовал на Олимпийских играх. Да, видно было, это даже невооруженным глазом видно, что это не борьба была у него. Он вышел не туда не бороться, а драться чисто. Видели. Здесь просто надо было, знаете, вовремя надо такие действия пресекать. Для этого и тренеров есть челлендж. Здесь чисто сыграл формат, что там Молгарин дома борется. Там сидит и болгарский представитель судейский был, и инструктор со Словении. Он, конечно, под болгар подыграл, оценил 2-1. Наши челлендж кинули, они посмотрели, 2-1 оставили. А по идее там было нарушение, он убежал за ковер. Два балла под упражнение. То есть в трех позициях должны были наказать, и ни в одной позиции не наказали. Мне понравилось еще то, что Акжул не стал отвечать на эти удары головой, не стал апеллировать к судьям, не стал никому обращаться. То есть боролся как настоящий мужчина, как борец высокого уже класса. Я думаю, это все равно зрители оценили все, и лидеры, борцы, наверное, тоже. Это нет, это знаете, о чем говорит, вот это. Это называется, помимо себя, не поддаваться эмоциям, знаете. Если бы он начал возмущаться, это лишняя трата энергии, играть на публику, нет. Борец должен выходить и бороться, это все. Сейчас данные большие же полномочия, там, если во время хотите вмешаться, есть челлендж, когда расстановят, посмотрят. А я здесь, я считаю, это действительно хладнокровно боролся, эмоциям не поддавался. Выходил и боролся, да. Ну, это пусть на совести судей, которые так судят. Но такие фокусы на чемпионате мира не пройдут. В завершении разговора можете пару слов сказать телезрителям, болельщикам? Спасибо вам, конечно, что приглашаете постоянно. И многие, я знаю, любители спорта, всегда приятно, когда переживают, болеют за нас. Действительно охота, чтобы радовать наших зрителей, наших болельщиков, юных болельщиков всех. И мне бы хотелось бы, самое главное, чтобы у нас в стране была стабильность, чтобы у нас был, как говорится, мир, чтобы у нас люди жили лучше и лучше, скажем, годом. Самое главное, чтобы молодое поколение у нас было действительно достойное. Вот у нас есть такие спортсмены, на которых они были бы похожи. Поэтому всем здоровья, спасибо, болейте за нас. Впереди много красивых соревнований, хороших. Я думаю, мы еще порадуем вас. Так что спасибо вам всем. У нас в гостях был заслуженный тренер Кыргызской Республики, старший тренер Республиканского спортивного колледжа, личный тренер наших двух призеров Олимпийских игр, Канадбека Бегалиева и Акжола Махмудова, Мейрамбек Ахметов. Спасибо, что пришли, Мейрамбек. Спасибо вам. До свидания. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошел чемпионат Карвин Клуба по фитнесу среди тинейджеров. Участники соревнований были разделены на две возрастные группы – 10-13 лет и 14-16 лет. Каждому участнику необходимо было выполнить пять упражнений. Это тяга верхнего блока, запрыгивание на платформу, берпи, пресс и вес на перекладине. В младшей возрастной группе было семь участников – это Данияр Исмаилов, Кемиль Турадбеков, Атигин Аразалеев, Андрей Гришин, Дамиру Мурзаков, Арсений Арагальский и Таир Шпагин. В результате проведенных стартов в этой возрастной категории первое место занял Дамиру Мурзаков, второй результат показал Андрей Гришин и замкнул тройку призеров – Кемиль Турадбеков. В старшей возрастной группе участвовало четыре представителя Карвин Спортклуба – это Амир Кедромаев, Айхан Жумашукуров, Актан Барбоев и Максат Кумушбеков. В итоге победителем состязаний стал Актан Барбоев. Второе место досталось Айхану Жумашукурову и третий результат показал Максат Кумушбеков. Также был определён победитель в абсолютной категории – им стал Актан Барбоев. Все победители и призёры соревнований были награждены подарками и денежными сертификатами от Карвин Спортклуба и спонсоров соревнований. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб – фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания, до следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова